По какой причине автобус не едет к пассажирам и часто ли это происходит в республике? На срывы рейсов и несоблюдение водителями графика жители Чувашии неоднократно жаловались главе региона. Представители Министерства транспорта устроили внеплановую проверку на Чебоксарском автовокзале. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В салоне этого микроавтобуса, который следует в республику Мариел, свободных мест практически не осталось. Вообще на Чебоксарском вокзале данный рейс считается одним из самых востребованных. Данный маршрут направляется по маршруту Чебоксар и Казмодемьянск. 11 пассажиров, все на месте, все присутствуют. Но автобус отправится в путь, даже если будет приобретен только один билет. Это не является основанием для отмены рейса. В непредвиденных случаях, когда автобус ломается, его может заменить и резервная машина. Она дежурит на вокзале круглые сутки. Вообще расписание здесь стараются соблюдать четко и отправляться от перронов строго по графику. Не задерживаются, так как уезжаем. У нас по графику, уезжаем. На первый поехали. Работу перевозчиков контролирует Минтранси Республики. За срывы рейсов и опоздание автобусов их карают штрафами. Но если нарушения повторяются часто, возможно поставить вопросы о расторжении договора. На перевозчиков подают в суд. Нарушать расписание это очень невыгодно для перевозчиков. Договор между перевозчиком и автовокзалом предполагает определенные штрафные санкции. Ну допустим, срыв рейса будет стоить ему 1000 рублей. Опоздание автобуса будет стоить 500 рублей. Но все-таки в республике по разным причинам отменяется каждый десятый рейс. Зачастую это происходит из-за нелегальных перевозчиков. Недавно на них главе региона пожаловались жители Канаша. Михаил Игнатьев призвал разобраться в проблеме. Налоговая служба должна разобраться с этим. Потому что они сливки снимают, по всем схемам работают, налоги не платят. Нелегалы оккупировали и территорию столичных вокзалов. Они дежурят неподалеку от торговых центров и буквально заманивают пассажиров в свои машины. Порядка 100 машин стоят около магазина и перекресток. И порядка 100 машин стоят около супермаркета Ильина. И в принципе пассажир не доходит до автовокзала. Но нелегальным перевозчикам доверяют не всем. Просто боюсь и все. Вот, ну на газели больше как бы машина. Они в медицинском не проходят, некоторые даже без прав, наверное, ездят. Они не выдают билетов и страховки, но обещают только невысокие цены за поездки. Правда, порой они заканчиваются плачевно. Только в этом году по вине нелегалов в республике произошли три крупные аварии. Дмитрий Ковалев, Антон Вовко, Евгений Анисимов. Республика.